МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В городской администрации новый начальник финансового управления. На эту должность назначен Сергей Дрихинский. Сегодня он сложил в себя депутатские полномочия. Веселые старты в Олимпе состоялись масштабные соревнования среди дешкалят. На трассе Коряж-Мочеремуха состоялся праздник закрытия лыжного сезона. Сегодня вторник, 22 марта, о главных событиях этого дня расскажут мои коллеги в студии Елена Кузнецова. Сегодня прошла внеочередная сессия городской думы. Повод для собрания сложения полномочий сразу двух депутатов Сергея Дрихинского и Владимира Белых. Впервые на сессии в качестве главы муниципального образования присутствовал Андрей Ткач. Напомню, что на последних заседаниях своим присутствием градоначальник депутатов не баловал. Вопросов повестки дня два. Юрист городской думы зачитал проект решения, в котором говорится, что Владимир Белых слагает в себя депутатские полномочия. О мотивах своего решения депутат коллег не проинформировал. Народные избранники большинством голосов приняли отставку Владимира Белыха. Владимир Леонидович подал заявление в городскую думу об отставке по собственному желанию. Это основание предусмотрено через 10 статьи 40 федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления. А вот по следующей кандидатуре докладчик сразу внес ясность. Сергей Ядрихинский слагает в себя депутатские полномочия в связи с предложением занять должность муниципального служащего. Также поступило заявление Сергея Ядрихинского, депутата по единому избирательному округу, тоже отставка по собственному желанию, если есть по значению на муниципальную должность муниципальной службы. Предлагается данным решением досрочно прекратить полномочия, вывести его из состава постоянной комиссии городской думы по бюджету и социально-экономическому развитию. 10 марта 2016 года у нас состоялись пары главы муниципального образования города Горяжма, на которых Андрей Александрович в качестве главы города Горяжма. Он предложил мне работу в своей команде в качестве своего заместителя, главы города по экономическому развитию и финансам, начальника финансового управления. С завтрашнего дня я планирую приступить к выполнению должностных обязанностей. Итак, Сергей Ядрихинский уже с завтрашнего дня становится по сути правой рукой новоиспеченного главы, начальником финансового управления, сменив на этой должности Ольгу Бушуеву. По третьему избирательному округу, по которому был избран Владимир Былых, будут назначены до выборы. Сергей Ядрихинский прошел в городскую думу по партийным спискам от партии «Справедливая Россия». Следующая в этом списке – Ольга Боднарюк. Она может сменить Сергея Евгеньевича на этом посту. Новоиспеченный начфин Сергей Ядрихинский родился в Коряжме, окончил третью школу. Высшее образование получил в Санкт-Петербургской государственной инженерно-экономической академии. Возглавлял дополнительный офис Сбербанка в Коряжме. Затем межрайонное отделение Сбербанка в Великом Остюге. Получил диплом МБА в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации и диплом магистра этой же академии. К другим темам. С 14 по 20 марта в дежурную часть отдела полиции поступило больше 150 сообщений о происшествиях. Из них 20 о преступлениях, в числе которых серия случаев мошенничества. Громкое уголовное дело о мошенничестве распутывают следователи Коряжмского отдела полиции. Как минимум 6 человек из Москвы, Московской, Ленинградской и Ярославской областей уже написали заявление в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности 37-летнего коряжемца. Выяснилось, что тот в качестве индивидуального предпринимателя подавал объявления в интернете о том, что строят срубы бань и домов и даже сам был готов доставить их заказчику. Люди переводили Коряжмцу крупные суммы денег от 150 до 450 тысяч рублей, но никаких срубов им никто не строил и не доставлял. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый установлен и уже дает признательные показания. Поступил протокол явки с повинной о 20-летнего молодого человека. Он рассказал, что в ночь с 11 на 12 марта он шел возле кафе «Доминик» со своей знакомой. Тем временем там стояли двое незнакомых мужчин. Они оскорбительно выразились в отношении девушки. Молодой человек не мог проигнорировать это оскорбление. Начался конфликт, в ходе которого одного из мужчин он ударил кулаком по лицу. Проводится проверка. Бригада скорой помощи оказала в медпомощь 82-летней пенсионерке. Пожилая женщина была избита. У нее диагностированы ушибы лица, затылочные области и ушиб позвоночника. Он, кстати, уже был неоднократно судим за систематические побои и истязания. Мужчина дал признательные показания. Решается вопрос о передаче материалов дела в мировой суд. Сотрудники правоохранительных органов установили личность неопознанного трупа, обнаруженного 6 ноября 2015 года в низине оврага на территории залошлака отвала неподалеку от 4-го КПП. Напомним, что в ноябре прибывшие на место следователи и криминалисты обнаружили полуразложившееся, частично скелетированное тело человека. Животные обгадали череп и съели часть мягких тканей. Поэтому следственной группе не удалось установить даже пол человека, которому принадлежали останки. По результатам судебно-медицинской экспертизы, а также оперативной деятельности сотрудников правоохранительных органов установлено, что найденные останки принадлежат 27-летнему уроженцу Приморского района, но проживал мужчина в Коряжме. Ранее он был судим по статьям «Истязание» и «Кража». Последнее время находился в федеральном розыске как подозреваемый, который скрылся от органов дознания. Известно, что молодой человек злоупотреблял спиртными напитками и пропал без вести в июле 2015 года, когда возвращался с заработков из республики Коми. Смерть молодого человека не несет криминальный характер. Об этом сообщили в Коряжмском межрайонном следственном отделе. По информации Государственной инспекции по маломерным судам, до начала навигации остался месяц. У владельцев еще есть время, чтобы вовремя подготовить свои суда к выходу на воду. В первую очередь инспекторы ГИМС будут проверять у владельцев маломерных судов судовые билеты. Если за последние пять лет в них не стоит отметка прохождения осветительствования судна, то для решения этого вопроса необходимо обратиться в Коряжмский инспекторский участок ГИМС. Суда, оснащенные лодочным мотором более 10 лошадиных сил, а также суда общей массой 200 килограмм и более, независимо от мощности двигателя, подлежат осветительствованию один раз в пять лет. При проведении осветительствования судна особое внимание инспекторы уделяют рулевому управлению и номерным данным мотора и корпуса судна. При проведении осветительствования государственный инспектор ГИМС проверит заводской номер подвесного мотора, а также заводской номер корпуса судна и сверит с номерами, занесенными в судовой билет судна. Регистрационные номера судна должны отчетливо читаться издалека и должны иметь контрастный цвет по отношению к корпусу. Что касается оборудования безопасности, то на маломерном судне необходимо иметь спасательные жилеты, пару весел и еще несколько приборов. Конец Александрова. Фонарь белого света. Если судно оснащено нагревательными приборами или приборами для приготовления пищи, работающими на сжигаемом топливе, судно должно быть оснащено огнетушителем. Кроме этого, в обязательные нормы снабжения входит ручной насос или черпак. К рекомендуемым нормам оснащения судна относятся медицинская аптечка и ремонтная аптечка с ключами, отвертками и прочими инструментами. Еще один важный пункт проверки – это срок действия удостоверения на право управления маломерным судном. И если он истек, то его необходимо заменить. Прием документов на замену удостоверения будет приниматься в Коряжме только один день – 13 апреля с 9 до 17 часов в Коряжмском инспекторском участке ГИМС на Чапаево 1, строение 4, второй этаж. Сейчас рекламный блок, не переключайтесь. Внимание, садоводы! Уникальная мини-теплица заменяет дорогие теплицы из поликарбоната. Стоит в 5 раз дешевле. Выставка продажа 26 марта с 9 до 12. Коряжмский ДК. Торопитесь, в пятерочке уникальная акция «Надо брать». А что нужно человеку для полного счастья? Вот это, вот это и еще вот это. Стиральный порошок Персил в ассортименте по 259 рублей. Самые близкие низкие цены. Надо брать! Надо брать! С 21 марта по 3 апреля приглашаем на выставку экзотических животных «Мир рептилий и обезьян». Ждем вас каждый день с 10 до 20 часов в торговом центре «Фаворит» 2 этаж. В отделе «Белье» новое поступление купальников. Отдел «Белье» по адресу Ленина, 35, 1 крыльцо, а также новинки в отделе «Белье» в торговом центре «Виконда» 2 этаж. Вертибролог, мануальный терапевт, занимающийся диагностикой заболеваний позвоночника Сергей Анатольевич Григорьев будет вести прием в Коряжме с 4 апреля. Запись по телефону 3-33-51 или 8-921-299-61-10. Вот три секрета вкуса пельменей от «Стрелы». Натуральный фарш, отличное тесто и правильное оборудование. Берем охлажденное мясо, делаем из него фарш, добавляем ароматные специи. Аккуратно и бережно раскатываем мягкое тесто. Тонко раскатываем. В высокотехнологичном оборудовании фарш и тесто встречаются вместе, моментально замораживаются и упаковываются. Все это для того, чтобы вы сказали «Пельмени от «Стрелы» – настоящие пельмени». Компания «Стрела» предлагает металлопрокат. В наличии арматура, швеллер, уголок, трубопрофильная, сетка кладочная, листы, горячекатанные. База металлопроката «Складская-7» и «Мегастрой-Архангельская-12». Собственное производство профнастила. В наличии цвета синий, шоколад, зеленый мох, красное вино и оцинковка. Изготовление в кратчайшие сроки. «Мегастрой-Архангельская-12» – здание бывшего рынка. «Мегастрой-Архангельская-12» В Архангельске прошли областные соревнования спасателей. Подробности через пару секунд. В Архангельске прошли соревнования МЧС по ликвидации дорожных аварий. В них приняли участие спасатели со всего региона. По сценарию, «Волга» попала в ДТП. В салоне оказались заблокированы два человека. Разлива топлива не произошло. Уже хорошо. Первым делом спасатели бросаются отключать аккумулятор, чтобы ничего не взорвалось, и разбивать условные стекла, чтобы получить доступ внутрь. Пока одни оказывают первую помощь потерпевшим, другие срезают крышу. Следующий этап – извлечение людей из салона автомобиля. Их кладут на специальные щиты, чтобы не повредить позвоночник, ведь он тоже может быть травмирован. После накладывают шины на поврежденные конечности. У одного потерпевшего сломана нога, у второго – рука. Завершающий этап – передача медикам. Медицинская помощь на время не оказывается. Она делается аккуратно, медленно, не спеша. В первую очередь идет остановка кровотечений, то, что угрожает непосредственно жизни. Освобождение дыхательных путей. А здесь мы отрабатываем определенные элементы. По итогам соревнований Котлашане стали третьими. Серебро – успеств подразделения части ПЧ номер 7 города Северодвинска. А первыми стали пожарные из Архангельска. Контроль над большегрузами на федеральных трассах выходит на новый уровень. Внедрение систем весогабаритного контроля автотранспорта на федеральной автотрассе Москва-Архангельск стало центральной темой совещания министра транспорта региона Вадима Кривова с директором Росдор-мониторинга Константином Угаровым. По информации Константина Угарова, до 40% всего грузового автомобильного потока идет со значительным превышением установленных нагрузок. Ежегодный ущерб, наносимый дорогам России автотранспортом со сверхнормативным весом, достигает астрономической цифры в 2,6 триллиона рублей. При этом на развитие ремонта автодорожной сети в нашей стране тратится ежегодно примерно 1 триллиона рублей. По расчетам дорожников, для эффективного контроля над всей сетью федеральных автотрасс необходима установка около 400 автоматизированных комплексов. Росавтодор намерен запустить первые пункты весогабаритного контроля уже этим летом. К 2018 году в стране будут развернуты 125 таких комплексов. В нашем регионе таких пока будет 2, в Архангельске и Вельске. Внимание у горожан! Страховая компания САГАЗа фиксировала случаи мошенничества и призывает к деятельности своих страхователей. Осуществляется массовая рассылка СМС-сообщений о готовности или замене полиса обязательного медицинского страхования. В компании просят абонентов, не заказавших полис ОМС, но получившие подобные сообщения, не перезванивать на указанный номер и сообщать о подобных фактах по телефону в Архангельске. 42 10 51, код города 8 182. Далее новости региона коротко. В Евпатории завершился открытый чемпионат Республики Крым по плаванию. Соревнования были приурочены ко второй годовщине воссоединения Крыма и России. Архангельские пловцы завоевали 20 медалей разного достоинства. Управление ГИБДД по Архангельской области проводит профилактическое мероприятие детям безопасные каникулы. Акция пройдет в регионе в период с 21 марта по 3 апреля. Неделя инклюзивного образования стартовала в Архангельской области. В этом году она посвящена вопросам получения образования детьми с расстройствами аутического спектра. Эта тема будет главенствовать не только на семинарах и круглых столах, но и на специальных уроках, которые пройдут в школах региона. На сегодня это все новости региона. Не приключайтесь, дальше будет интересно. И мы возвращаемся к городским новостям. В течение этих двух дней на базе дворца спорта «Алим» проходили веселые старты среди дошкольных образовательных учреждений. В этом году участниками соревнований стали 17 команд. Не только из Коряжмы, но и Ильинска-Подомского. Веселые старты среди детских садов в спорткоменате «Алим» стали доброй традицией. Ежегодно эти состязания объединяют воспитанников дошкольных учреждений города. Раз от раза увеличивается число команд, а в этом году соревнования еще и расширили географию участников. К нам в прошлом году просился Ильинск. В этом году мы их пригласили. И причем они выступили довольно-таки успешно. Они вошли в тройку призеров, то есть будут выступать в финале. И очень приятно, что вот эти соревнования, они очень увлекательные, интересные. И они каждый год расширяют количество команд. То есть в этом году у нас принимают участие уже 17 детских учреждений с Ильинском. Детям очень нравится. Болельщики приходят, тоже получают массу положительной энергии. Эти соревнования радостные, увлекательные, интересные. И я думаю, что благодаря вот этим соревнованиям дети должны полюбить физкультуру и спорт. Все шесть этапов веселых стартов – это комплексная эстафета, где ребятам нужно показать все свои физические данные. Дистанции нужно преодолеть как можно быстрее, но при этом правильно выполнить задание. Это значит, нужно проявить ловкость и сноровку. Весело, мне понравилось учаться. Мне все конкурсы понравились. Мне понравился конкурс с обезьянами. А мне понравился конкурс с машинами. Мне конкурс понравился с обезьянами. Мне конкурс с машинами. Мне больше с машинами понравилось. Мне больше понравилось вешать гирлянду из обезьянок. Ребята старательно готовятся к соревнованиям. В Олимп они приходят даже познакомиться с залом, который после помещения детского сада кажется невероятно огромным. В соревнованиях собирает большое число. Не только участников, но и болельщиков. Группы поддержки в этом году были на удивление активны. Они тоже готовились к стартам, поэтому в руках у них эмблемы своих любимых команд. Ну и, конечно же, в эти дни никто не жалел ладошек. Мы участвуем уже не первый раз. Мы готовились, да, отрабатывали эстафеты, тренировались, отбирали детей самых лучших. И вот сегодня самые лучшие у нас на соревнованиях. Награду за пройденные дистанции участники отмечены дипломами и грамотами. Инструкторы по физической культуре и воспитатели грамотами и благодарностями за подготовку своих команд. Но главные старты для юных спортсменов еще впереди. По итогам состоявшихся двухдневных соревнований пройдут финальные встречи. В них примут участие 8 команд, показавшие наилучшие результаты. А это представители семи детских садов Коряжмы и детского сада Рябинушка Ильинска-Потомского. Спорткомбинат Алим продолжает прием заявок на участие в соревнованиях «Папа, мама, я, спортивная семья». На старт приглашаются семьи, в которых хотя бы один из родителей работает в филиале группы «Элим». Соревнования «Папа, мама, я, спортивная семья» стали уже ожидаемым событием года. Дети интересуются, когда старты и родители, следуя желаниям своих чат быть в числе первых на дистанциях, начинают тренировки. Предварительные соревнования пройдут уже в предстоящие выходные. В этом году число участников может быть больше обычного. Организаторы расширили число номинаций. В этом году у нас новшества, да, еще дополнительно у нас две категории. Отдельно будут папа, я, две возрастные категории ребенку, да, и отдельно мамы будут соревноваться. Поэтому я думаю, что этим мы в этом году привлекем как можно больше желающих. Почему? Потому что в прошлом году у нас были претензии, почему? Потому что силы были неравны у пап и у мам. Поэтому как бы в этом году, я думаю, что будет интересное состязание. Участие в соревнованиях «Папа, мама, я, спортивная семья» – это повод выйти на старт родителям с детьми, возможность приобщиться к здоровому образу жизни и испытать невероятное чувство спортивного азарта. Кроме того, это один из этапов смотра конкурса на лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивно-здоровительной работы среди цехов и производств комбината. Соревнования идут в зачет смотра конкурса 27-й спартакиады и смотра конкурса по комбинату. И поэтому каждый цех старается как можно больше привлечь участников к этим состязаниям. По итогам соревнований всех участников ждут награды. Партнером проведения предварительных состязаний выступает правком работников комбината. Финальная встреча традиционно поддержала группа «Элим» через благотворительный фонд «Элимкарант». Стоявки на участие спорт комбинат «Алим» принимают до 25 марта. Предварительные старты состоятся уже в Эки, субботу и воскресенье. В выходные на трассе Коряжма-Черемуха состоялся праздник закрытия лыжного сезона. Участников ждали эстафеты, веселые конкурсы, горячий чай и каша. Лыжня Коряжма-Черемуха существует с давних пор. Она стала излюбленной трассой для лыжных прогулок горожан. По словам инструктора лыжной базы Юрия Лапина, на трассу в некоторые дни выходит до 500 человек. Более 30 лет спорт комбинат «Алим» проводил на ней конкурс «Лыжня зовет», поощряя самых активных участников. Последние годы было решено проводить не конкурс, а спортивный праздник вне открытия и закрытия сезона. Всю зиму наши участники этого конкурса ходят до Черемухи. Вот я встречала женщин, некоторые больше 70 раз прошли. Это надо же как-то поощрять людей и приветствовать тех, кто ходит, постоянно участвует в этом конкурсе. В конце все участники получают сладкие призы, кушают кашу с калачами, с сухарями, получают удовольствие от общения. И я думаю, что от этого как раз и будет больше участников нашего конкурса. То есть все полюбят наш зимний вид спорта – лыжи. Спортивный праздник в день закрытия лыжного сезона этого года собрал большое количество участников. Кто-то еще только вышел на старт, кто-то уже прошел заветные километры. С тех у лыжного вагончика в воскресенье ждали зимние забавы. Зимой я хожу на лыжню каждый день до Черемухи. Бывают и 10-15 километров. Это как болезнь. Я уже лет 25 хожу. На праздник коряженцы приходили целыми семьями. Организаторы приготовили конкурсы, угощали вкусной кашей и горячим чаем, которые в морозный день оказались очень кстати. Природу очень люблю. Трассу эту лужную очень люблю. Иду, и у меня душа поет. Пока иду, все песни про себя пропою. И сегодня тоже. В этот день не только пели песни про весну, цветы, но и читали стихи, причем независимо от возраста. И взрослые, и дети. Вечером он напугал нас метелью. Днем голубые узоры слечет. Март улыкал, все подпала. Дарит открытие, дарит он нам. Праздник собрал активных лыжников. Для кого-то он послужил поводом первый раз выйти на лыжню, а заодно и повеселиться. Праздник закрытия лыжного сезона состоялся, но погоду завершать сезон не собирается. Любители лыжного спорта этому только рады. Есть возможность продолжить. Кому-то тренировки, а кому-то просто лыжные прогулки. В рамках предпоследнего тура чемпионата Архангельской области по мини-футболу Сиродвинский Севмаш одолел коряженского химика. Химик после дисквалификации из-за перебора желтых карточек основного игрока Александра Колесникова играл неуверенно. Севмаш в первом тайме забил три безответных мяча. Затем приезжие футболисты спокойно довели матч до победного финиша со счетом 6-2. У коряженского химика предстоит последняя игра на выезде в Вельске. Там состоится игра с командой «Маяк Анком». Сейчас положение команд в турнирной таблице таково, что на первой строчке находятся Сиродвинский Северин, затем Архангельский Армида и Пахарь. Коряженский химик находится на пятом месте. Чемпионат Архангельской области по мини-футболу завершится в предстоящую субботу, 26 марта. А сейчас подробнее о погоде на завтра. В среду вновь ожидается весьма морозное ясное утро до минус 11 градусов. Ближе к полудню небо затянется облаками, пройдет небольшой снег и потеплеет до минус 3. К вечеру вновь похолодает до минус 8. Атмосферное давление 755 мм рт. ст. Ветер западноумеренный 2-3 м в секунду. И это все новости на сегодня. Увидимся на нашем канале. Сдаются торговые площади по проспекту Ленина. Обращаться по телефону 8-921-481-6905. Только один день. 28 марта в КДЦ на площади Ленина. Продажа обуви из натуральной кожи производства города Кирова. Большой выбор мужской и женской обуви под доступным ценам фабричное качество. Также принимаем обувь, ремонт, смена подошвы и полное обновление низа обуви. Приглашаем 28 марта с 10 до 18 часов. 21 марта в районе улиц Кирова Пушкина пропала такса рыжего окраса с оранжевым ошейником. Нашедших просьба позвонить по телефону 8-953-937-78-44. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова